МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наталья Петровна – методист Одинцовского учебно-методического центра развития образования. В этой работе она прежде всего опирается на собственный опыт, а новые методики опробирует на своих уроках. И в этом заключается еще один фактор ее успеха как педагога. Когда вы пишете программы для учителей по повышению квалификации, то надо соответствовать современным требованиям, и приходится, естественно, быть в курсе того, что требуется от нас. И с одной стороны, это помогает мне расширять кругозор как учителя, а с другой стороны, как методист, мне легче все это представлять, как это выглядит на практике, вся эта теория. Не просто давать знания, а научить учиться – вот главный принцип современного образования. И важным критерием в оценке работы педагога становится мотивация учеников. К тому же, чтобы работать в современной школе, необходимо идти в ногу со временем, поэтому останавливаться на достигнутом Наталья Петровна не собирается. Ну, действительно, требует от меня больше еще отдачи и больше ответственности. Еще один способ поощрения учителей за достойную работу – это получение сертификата на жилищную субсидию по программе «Социальная ипотека». Рассчитывать на нее могут педагоги, не имеющие собственного жилья, до 45 лет. Среди получивших в этом году сертификат и учитель начальных классов Одинцовской школы номер 17 Ирина Валерьевна Стародубцева. Год назад она вместе с двумя детьми переехала в Трехгорку из Ивановской области, пока на съемное жилье. Когда мне пришло, поступило предложение о том, чтобы переехать в Московскую область таким же учителем начальных классов, я не раздумывала долго, потому что школа действительно новая. В школе очень много возможностей, в школе очень много различной техники, с которой можно работать. Конечно, в Ивановской области такого нет. Участие в программе «Социальная ипотека» стало для Ирины Валерьевны жизненно необходимым. При этом у нее был единственный шанс получить сертификат на жилищную субсидию. На момент подачи заявки ей было уже 44 года. Нужный пакет документов она собирала при поддержке школьной администрации. Она является ведущим и очень опытным учителем. На третьем корпусе лидирующие позиции занимает и является наставником для многих наших молодых педагогов, учителей начальной школы. И совершенно, я считаю, заслуженно Ирина Валерьевна получила этот сертификат, потому что она показывает отличные результаты в своей профессиональной деятельности. Учителя 17-й школы ежегодно участвуют в программе «Социальная ипотека» и три года подряд становятся победителями. Ранее подобные сертификаты уже получили две супружеские пары педагогов. В этом году его вручили Ирине Стародубцевой. Через какое-то время меня пригласили в Министерство образования. Сразу предупредили, что там не просто будет конкурс, по которому будут просматриваться документы, а нужно будет о себе что-то рассказать в течение трех-пяти минут. Дня через два, то есть это испытание я прошла, дня через два я увидела себя в списках. Радости, конечно, было море. В этом году «Социальную ипотеку» получили и три молодых педагога нашего округа. Среди них учитель русского языка и литературы 11-й Одинцовской гимназии Владислав Александрович Комышев. Он, кстати, стал лауреатом областного конкурса «Педагог года Подмосковья-2021». Работа такая, что ее живешь. То есть, получается, она занимает свободное время все, она ходит с тобой домой. Она не такая работа, которая на работе остается, она и дома живет. Ну и как-то получается, что все равно нравится вроде, и пытаешься хорошо делать работу, и поэтому как-то весь в ней, а на что-то еще просто не хочется распыляться. Потому что тот же конкурс показал, например, что очень тяжело на два фронта работать. Если делать это хорошо, а плохо делать я не люблю. Участие в педагогических конкурсах позволяет поддерживать профессиональный тонус, так считает учитель начальных классов Одинцовского лицея номер 6 имени Пушкина Галина Станиславовна Кузьмина. Она прошла этот путь дважды. В 2002-м стала победителем конкурса «Самый классный классный», а пять лет назад его призером. В 2012-м одержала победу на муниципальном этапе «Педагога года» и вошла в пятерку лучших по области. Участие в конкурсе – это толчок к новым каким-то поискам, к новым находкам. И в первую очередь это полезно детям, потому что все интересное, в первую очередь пробуешь в своем собственном классе. Если это идет, если это детям нравится, начинаешь активно это использовать. Сейчас Галина Кузьмина активно участвует в работе клуба «Педагог года Подмосковья», в котором учителя обмениваются опытом с коллегами, проводят открытые уроки в других школах. А еще прошла обучение по сингапурской программе и теперь является тренером Министерства образования. Проводит тренинги в учебных заведениях Западного округа. Это очень интересный опыт, потому что не только передаешь что-то, и в других школах подсматриваешь что-то интересное, новое привозишь к себе. А вот я видела, давайте так же сделаем. Для Галины Станиславовны этот год стал 35-м в педагогической карьере. За это время выпустила 10 классов в начальной школе. При этом и в дальнейшем она детей не покидает, ведет у них историю и общество знания. А для некоторых, как, например, для сегодняшних пятиклашек, становится классным руководителем. Мы вместе готовимся к Олимпиадам, к конкурсам. У меня есть победители и муниципального тура Олимпиад, и регионального. И в этом году была участница финальной Олимпиады по МХК. Ребята показывают хорошие результаты на ЕГЭ, на ОГЭ. В прошлом выпуске, в прошлом году выпустился 11 класс, из 26 человек 16 были медалистами. Учащиеся Одинцовской гимназии номер 7 под руководством опытных педагогов также постоянно участвуют в школьных олимпиадах и окружных конкурсах со своими проектами и занимают призовые места. Мы можем гордиться нашим педагогическим коллективом. У нас работают замечательные учителя. Каждый год участвуют педагоги в конкурсах различных профессиональных. Каждый год педагоги участвуют в различных олимпиадах, творческих предметных неделях и занимают призовые места. Последние несколько лет гимназисты часто занимают призовые места на региональной Олимпиаде по технологии. Будучи пятиклассником, получил грамоту и подарок Никита. Сейчас он в восьмом. Считает свои достижения заслугой учителя технологии и информатики Сергея Игоревича Гаврилова. Действительно он может объяснить то, что ты не понимаешь. Если у тебя возникают какие-то вопросы и по выпиливанию по дереву, и также по роботу участие, то он всегда подскажет и поможет устранить ту неполадку, собственно, из-за которой не может робот дальше ехать, двигаться. Никите и его однокласснику Арсению на уроках технологии нравится программировать роботов и следить за четким выполнением задач. Для них это прежде всего хобби, хотя есть практическое применение знаний. Арсений помогает младшему брату в освоении лего и робототехники. Мы строим с ним высокие здания, машины из лего. Ну, так. Ну, а программировать научишь? Конечно. Майор в отставке Сергей Гаврилов пришел работать в гимназию 12 лет назад. Сегодня он преподает информатику в старших классах, а с пятого по восьмой ведет уроки технологии. При этом уроки труда не обходятся без программирования. Ребята создают деревянные подделки, оживляют лего-роботов, занимаются радиоэлектроникой. Интересно даже девочкам. У нас еще в школе есть вышивальная, швейно-вышивальная машина, которая напрямую зависит от того, какая программа у нас существует. То есть они, девочки, создают свои выкройки, создают свои рисунки. Программа переводит, эта машинка переводит числовую управляющую программу, и эта программа потом позволяет на ткани при помощи вышивания, сама автоматически, всевозможные рисунки, только ниточки поменяем мы сегодня. Останавливаться на достигнутом Сергей Игоревич не собирается. Впереди у него освоение с ребятами, скреч-программирование и новые победы на школьных олимпиадах. И так работают многие педагоги Одинцовского округа. Для них важна самореализация, как собственная, так и их учеников. Для этого необходимо быть неотъемлемой частью школы. Школа – это семья. И учитель – это не просто работник учреждения, это человек, который отдает часть своей жизни, своего сердца, своего здоровья детям и своей работе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова